Друзья, всем привет! Рада вас видеть на канале Фактограф. Сегодня мы поговорим о черном золоте, о нефти. Этот ресурс стал не просто источником энергии, но и основой для множества отраслей, от транспорта до медицины. Каждый день миллиарды людей зависят от нефти, и именно она формирует экономические и политические ландшафты стран по всему миру. Но что делает нефть таким важным ресурсом? Как она влияет на нашу повседневную жизнь и будущее нашей планеты? В этом видео мы рассмотрим не только значение нефти, но и ее влияние на экосистему. Вы узнаете о том, как добыча и переработка нефти меняют мир вокруг нас и какие вызовы стоят перед человечеством в эпоху перехода к альтернативным источникам энергии. Приготовьтесь к увлекательному путешествию в мир нефти, ресурсы, которые определяют наше настоящее будущее. Но перед этим не забудьте подписаться на наш канал и включить уведомления, чтобы не пропустить наши новые видео. А теперь давайте начинать. Нефть – одно из важнейших полезных ископаемых 20 и 21 века, представляющая собой маслянистую жидкость цветом от темно-желтого до почти черного. Определить точный цвет нефти невозможно. В разных районах она может быть и коричневой, и вишневой, зеленой, желтой и даже прозрачной. Ее специфический запах также может быть различным, так как зависит от присутствия в ее составе ароматических углеводородов, сернистых соединений. Ведь с химической точки зрения нефть – это сложная смесь углеводородов с примесью серы, азота, галогенов, ванадия и других соединений. Кроме того, нефть всегда содержит в качестве примеси небольшое количество воды. В зависимости от количественного соотношения различных углеводородов, составляющих нефть, ее свойства также различаются. Нефть бывает прозрачной и текущей, как вода, а бывает черной и настолько вязкой и малоподвижной, что не вытекает из сосуда, даже если его перевернуть. Нефть залегает на глубинах от нескольких десятков метров до 5-6 километров в горных породах под названием коллекторы. Коллекторы нефти и газа обладают емкостью, достаточной для того, чтобы вмещать углеводороды разного фазового состояния – нефть, газ, газоконденсат – и проницаемостью, позволяющей отдавать их в процессе разработки. Чтобы вам было легче понять, просто представьте, что коллектор – очень твердая и плотная губка, в порах которой и содержится нефть. Добыча нефти – сложный технологический процесс, ведь чтобы к ней добраться, нужно в прямом смысле залезть под землю. Как это сделать? При помощи скважин. Скважина – это цилиндрическая горная выработка, то есть отверстие в земле незначительного диаметра и большой глубины, предназначенная для подъема воды, нефти или газа на поверхность. Диаметр нефтяных скважин, как правило, ступенчато уменьшается от устья – выхода скважины на поверхность, до забоя дна скважины. Диаметр скважин начинается от 40 мм и редко бывает больше 900 мм. В скважины спускают специальные трубы, называемые «обсадными», чтобы предохранить стенки от обрушения. Нефтяные скважины бурят как на суше, так и на море. Но сегодня мы бурения касаться не будем, а перейдем сразу к способам добычи нефти. В настоящее время применяются два основных способа эксплуатации скважин. Фонтанный метод. Суть процесса заключается в том, что под собственным давлением нефть выходит по скважине на поверхность самостоятельно. Такой метод используется не только при добыче на континентах, но и на морских шельфах. Фонтанный способ самый простой и дешевый, однако доступен он в отдельных месторождениях только на начальном этапе разработки, когда давление в скважине высокое. Метод механической добычи. Применяется по мере того, как мощность пласта падает и снижается давление. Механизированный способ, в свою очередь, подразделяется на газлифтный и насосный. Газлифтный метод добычи нефти происходит следующим образом. В скважину опускают колонну, состоящую из одной или нескольких труб, и вниз через них подают азот, который начинает смешиваться с нефтью. В результате чего снижает ее плотность и нефть вытесняется на поверхность. Чем больше газа введено в скважину, тем меньше будет плотность нефти. Такой способ наиболее безопасен по причине того, что азот является инертным газом, и во время процесса добычи нефти из скважин риск минимален. К насосным способам механизированной добычи нефти относят, как несложно догадаться, добычу нефти при помощи различных видов насосных установок. Обратите внимание, что речь идет именно об установках, поскольку кроме собственно насоса необходимо и другое погружное и наземное оборудование. Наиболее популярно применение штангового насоса. Он приводится в движение с помощью электрического двигателя через ременную передачу. Штанговый насос действует по принципу поршневого устройства. При помощи возвратно-поступательных движений наземного привода через колонну насосных штанг глубинный насос поднимает нефть к поверхности. После этого цикл повторяется, а нефть постепенно двигается к поверхности. Также для штангового насоса применяются и другие типы приводов – цепной, гидравлический, длинноходовой. Но назначение у всех одно – привести в движение колонну штанг, обеспечив работу глубинного насоса. Однако у штангового насоса есть много недостатков, например, невозможность эксплуатации скважин, дающих большие объемы нефти. Низкая эффективность добычи нефти с большим содержанием воды – громоздкое наземное оборудование. Поэтому часто добыча нефти происходит при помощи установки электрического центробежного насоса. Вместе с маслонаполненным двигателем и гидрозащитой насос опускается в скважину. Питание к электродвигателю подается по бронированному герметичному кабелю. В сборе длина подземной части установки достигает 30 метров и более. Через приемный фильтр пластовая жидкость поступает на вход первого рабочего колеса. Накапливая энергию, поток проходит все ступени насоса. Выбрасывается в полость насосно-компрессорных труб и через устьевую арматуру в нефтепровод. Почему же нефтеперерабатывающая промышленность так стремительно развивается? Нефть используется людьми издавна. Упоминания о нетеном промысле найдены в раскопках, датированных более 6000 лет до н.э. Предполагается, что полезное ископаемое использовали для строительства стен Вавилона в Древнем Египте, Индии и Греции. Тем не менее, в древности применение нефти ограничивалось лишь строительством, бальзамированием и в качестве зажигательной смеси. Самый известный эффективный пример последнего – знаменитый греческий огонь, своим действием напоминающий современные огнеметы. На протяжении нескольких веков нефть считалась самым страшным оружием – сильнее пороха. Уже в 20-21 веках нефтяные продукты приобрели особое назначение, когда стали использоваться как топливо. Сегодня нефть почти не используют в сыром виде, для получения ценных продуктов ее подвергают переработке. Какие самые востребованные виды нефтепродуктов? На первом месте – топливо. Самое популярное – бензин и дизельное топливо. Их используют в двигателях внутреннего сгорания, печах, котлах. Не менее важная отрасль производства пластмасс и разных искусственных материалов – клеев, синтетических смазок, полимерных пленок, резиновых изделий, включая автомобильные шины, синтетических тканей и т.д. Нефть также используется при изготовлении многих лекарств – антисептиков, медицинского спирта, косметики, солнечных панелей, лаков и красок, мыла, шампуни и зубной пасты. Одно из самых известных лекарств из нефти – это аспирин. Салициловую кислоту делают из фенола, производимого из нефти. Также из нефтепродуктов, конкретно из анилина, производят сульфаниламиды, сульфидин, стриптоцит, сульфадимизин, бисептол и прочее. Еще два очень широко распространенных раньше лекарственных средства – хлороформ и нашатырный спирт – тоже делают из производных нефти. Из нефти производят полиэтилен – самый популярный сегодня упаковочный материал и множество разновидностей синтетических тканей. Например, полиамид и нейлон. Практически все жиры, применяемые в косметике, тоже производные из нефти. Самый известный из них – вазелин. Все пластики, идущие на изготовление оболочек кабелей, обувных подошв, корпусов бытовых приборов и детских игрушек, тоже произведены из нефти. Да что там говорить, производные нефти употребляются даже в пищевой промышленности. Сюда относятся многие красители, консерванты, стабилизаторы, эмульгаторы, усилители вкуса, искусственный ванилин, заменивший дорогой экзотическую растительную ваниль в массовом производстве сладостей. Это тоже продукт из нефти. В жевательную резинку для мягкости и эластичности добавляют искусственный воск и глицерин, производные из нефти. Бензоат натрия, он же пищевая добавка Е211, популярный консервант для мясных и молочных продуктов. Обнаружить нефть под именем пищевой парафин можно и в составе некоторых шоколадных конфет. Но представьте себе ситуацию, что однажды нефть исчезнет навсегда. Что тогда будет? Как это повлияет на мир? Если бы нефть исчезла завтра, с ней пропало бы движение. Суть нашей цивилизации. Автомобили, автобусы, грузовые и транспортные средства с двигателями внутреннего сгорания остались бы не у дел. Самолеты были бы прикованы к земле. Грузовые и пассажирские железнодорожные перевозки, осуществляемые на дизельном топливе, были бы остановлены. Люди не могли бы добраться до работы, дети попасть в школу. Судоходная отрасль, перевозящая как грузы, так и пассажиров, была бы полностью обескровлена. В результате миллионы людей потеряли бы работу. Одним из худших последствий исчезновения нефти стала бы угроза здоровья многих пациентов в больнице. Необходимые предметы, такие как шприцы, перчатки и стерильная упаковка, аппараты МРТ, компьютеры и сканеры КТ произведены на основе нефти. К тому же не было бы транспорта, способного доставить лекарства с заводов в аптеки. И вызвать карету скорой помощи вы не смогли бы, ведь авто будут неподвижны. Экстренные службы просто перестанут работать. Исчезновение нефти поставило бы под удары пищевую промышленность. Многие используемые в сельском хозяйстве транспортные средства стояли бы без дела. Пищевые упаковки, необходимые для хранения и консервации продуктов питания, стали бы недоступны. Исчез бы и нефтяной кокс. Побочный продукт нефтепереработки, который используется в качестве сырья при производстве синтетических удобрений, повышающих урожайность сельскохозяйственных культур. Вероятнее всего, острая нехватка продовольствия со всеми вытекающими последствиями была бы неизбежна. Впрочем, со временем ситуация начала бы успокаиваться, а люди приспосабливаться. Однако жизнь уже никогда не была бы прежней. Не было бы такого большого выбора пищи. Но зато, может, наконец удалось бы похудеть к лету. В северных широтах люди начали бы вырубать деревья, чтобы хоть как-то согреться в зимнюю стужу, и это привело бы к массовому уничтожению лесов. И планета пострадала бы не меньше людей. Однако в то же время нефть один из главных источников загрязнения, поэтому отсутствие нефти привело бы к улучшению как состояния здоровья населения Земли, так и состояния окружающей среды. Если бы нефть внезапно исчезла, это повлияло бы и на отрасль возобновляемых источников энергии, причем положительно. Ведь люди искали бы способы ее заменить, и тут в игру вступили бы альтернативные источники энергии. Ископаемое топливо все еще затмевает эти альтернативы на мировых и внутренних энергетических рынках. Но существует значительный общественный импульс для увеличения их использования, поскольку отрасли переходят к устойчивому развитию и более экологичным методам ведения бизнеса. Солнечная, ветровая и ядерная энергии являются основными альтернативами энергии, получаемой из ископаемого топлива. Однако они оказались менее эффективными и более дорогими, чем нефть. Но с ростом числа исследований в этой области и давлением со стороны потребителей, заинтересованных в неископаемых источниках топлива, как компании, так и правительство, инвестируют в инфраструктуру и развитие возобновляемой энергии. Альтернативы ископаемому топливу развиваются и становятся более экономически жизнеспособными. Спрос порождает предложение, что, в свою очередь, снижает цены, чтобы они были конкурентно способными с традиционным ископаемым топливом. Да и пластик можно производить не только от нефти. Хотя сырая нефть является основой современного пластика, существуют и более экологичные варианты. Так называемый биопластик можно получить из таких материалов, как лигнин, целлюлоза, растительные жиры и масла, сахарные тростники, даже переработанные пищевые отходы. Однако следует отметить, что биопластик не является автоматически более устойчивой альтернативой. Разные виды этого материала различаются по способам и времени разложения и требуют немалых ресурсов для своего производства. На сегодняшний день полностью отказаться от нефти человечество не может. Однако ученые работают над тем, чтобы максимально сократить зависимость мирового общества от нефти. Нефть – это все, к чему мы так привыкли в повседневной жизни и без чего будет сложно обойтись. Но запасы ископаемой нефти на Земле не бесконечны. И хотя то и дело появляются новые технологии и новые виды искусственной нефти, этот продукт пока не в состоянии полностью заменить натуральную нефть, созданную природой. Ведь нефть – самый важный ресурс для человечества. На этом у нас все, друзья. Спасибо вам за просмотр. А как вы думаете, сможет ли человечество в ближайшем будущем стать менее зависимым от нефти? Делитесь с нами в комментариях.